зеленский умрет будана умрет и я думаю что это будущее которое ждет нас впереди ты знаешь мы говорим о русской душе в америке я продолжаю пытаться объяснить это людям я говорю ты знаешь я нахожусь в поисках русской души и они закатывают глаза и говорят о чем черт возьми он снова говорит потому что у нас нет той общей истории страданий которая есть у русских потому что русская душа это замечательная вещь но это то что основано на тысячелетии страданий боли и поэтому я думаю что важно поговорить об этом потому что знаете ли в россии как и везде можно погрязнуть в поверхностности и когда я говорю поверхностно я не имею в виду ничего плохого я просто хочу сказать что вы смотрите на это примерно так же как я смотрел бы на это вы знаете что нами движет богатство красота и другие вещи и так вы едете в москву и думаете чувак какой красивый город а потом вы видите русских людей я имею в виду что они прекрасные люди но должен вам сказать что к ним нелегко подкрасться и я заметил это потому что русские постоянно надо мной смеются так что не спрашивай русского как у него дела если только ты действительно не хочешь знать как у него дела потому что именно такие русские они очень сдержанные но как только ты узнаешь их поближе как только ты сядешь и поговоришь с ними и они откроются какие замечательные люди совсем как американцы я не говорю что мы не искренне мы просто подходим к этому по-другому потому что у нас по большей части нет тысячи лет страданий давящих на нас у нас нет 27 миллионов родственников убитых всего 80 лет назад в ужасной войне это не первый раз когда россия окружена врагами это случалось и раньше и снова и снова и снова и поэтому простите русский народ за то что они пережили эти тысячелетия скорби боли страданий они держат это в себе и говорят я не хочу делиться этим с вами потому что я вам не доверяю но как только вы сядете и узнаете их поближе вы узнаете что через эти страдания проходит не только боль но и радость счастье что они знают разницу между добром и злом и знают как наслаждаться жизнью в россии нет ничего простого я слышал что русские простые люди о нет это не так в русском нет ничего простого и они сложные люди и иногда настолько сложные что действительно трудно понять откуда они родом и почему они делают то что они делают в америке мы смотрим на эту террористическую атаку которая только что произошла в крокус сити холли и на концертной площадке я помню утро 11 сентября когда это произошло и я помню как вела себя моя страна после этого безумие это просто безумие в чистом виде мы собираемся объявить войну всему миру давайте маршировать давайте сделаем это а потом я смотрю на реакцию русских и некоторые люди могут неправильно понять это но я думаю что если бы вы что-то видели то поняли бы что русские относятся к этому очень серьезно и поэтому людям нужно понять всю серьезность с которой россия относится к этому нападению и какие последствия это будет иметь я уверен что мы поговорим об этом так что я воздержусь и подожду вопросов чтобы ответить на них но вы знаете представление о том что это просто еще один террористический акт высшей степени абсурдно это акт войны против россии да я продолжаю пытаться подчеркнуть это американцам о том как я могла бы представить это в контексте для американца потому что у нас каждые выходные происходят массовые расстрелы так что для нас это примерно раз в два или три месяца я говорю людям американцам что это в значительной степени 11 сентября для россии вот насколько это серьезно и так у нас было предупреждение от соединенных штатов а затем вскоре после этого россия предотвратила одно или два нападения это правда согласно новостям согласно тасс российское фсб действительно остановило несколько атак игил на что я сразу же хочу обратить внимание это означает что россия знает игил пожалуйста поймите это игил это не чужеродное понятие для них русские полностью осведомлены о том кто такой игил и что такое игил и что игил делает так что когда россия говорит что это не игил это не основано на отсутствии фундаментального непонимания того что такое игил и так тогда у нас есть виктория ньюленд она не сказала этого ни разу она сказала это дважды о путине получающим сюрпризы и асимметричной войне так вот когда она сказала асимметричная война я воспринял это так как будто она могла иметь в виду что украинцы уже являются проигравшими так какова была ваша интерпретация слов ньюленд я думаю что мы должны рассматривать слова ньюленд в контексте потому что когда мы говорим об асимметричной войне я имею в виду что это своего рода политический термин военный термин это нерегулярные боевые действия или нетрадиционные боевые действия это определенный вид ведения войны который включает в себя диверсии это включает в себя убийство это включает в себя срыв выборов это одна из целей задач нетрадиционных боевых действий политических беспорядков. И юридическое лицо в Соединенных Штатах, на которое официально возложена эта задача, это специальный оперативный центр ЦРУ. ЦРУ активно участвовала в событиях на Украине на протяжении десятилетий. Они сотрудничали с украинскими спецслужбами, ГУР, военной разведкой и СБУ, разведывательной службой для совершения актов внутри России. ЦРУ сотрудничала с украинцами, чтобы использовать социальные сети, такие как Телеграм, чтобы связаться с людьми, живущими в России, которые могут быть восприимчивы к вербовке для шпионажа, саботажа и так далее. Мне также нужно отметить, что центр специальных операций ЦРУ является экспертом в создании армии радикалов. Моя точка зрения заключается в том, что ЦРУ до начала марта, до середины марта было вовлечено в прямые действия, направленные на то, чтобы сорвать выборы российского президента. Так что когда мы говорим о том, что произошло в Крокус-центре, поймите, что изначально он был спроектирован и должен был состояться 9 марта. Там было запланировано нападение на шамана, известного российского поп-певца, и он действительно выступил перед переполненной аудиторией. И идея заключалась в том, чтобы подорвать доверие к Владимиру Путину, сорвать выборы. В этом и заключалась цель нападения. Кстати, это цель ЦРУ. Я думаю, что людям нужно понять, что президент Соединенных Штатов подписал секретный указ, разрешающий ЦРУ использовать асимметричные средства для срыва выборов. Вы можете себе это представить? А что если бы русские оказались в Мексике и решили, что черт возьми мы просто сформируем армию из мексиканских американцев, работающих с картелями, и отправим их в октябре и начале ноября, просто для того, чтобы убивать людей, взрывать бомбы, срывать выборы. В этом нет ничего страшного, не так ли? Мы бы сказали нет, это акт войны. Дамы и господа, вы знаете, мы должны быть очень осторожны в отношении того направления, в котором мы движемся прямо сейчас. Потому что вы знаете, что русские имеют полное право сказать, что вы объявляете нам войну. Вы совершаете против нас акты войны. И я думаю, мы должны понять, что глава российской ФСБ, когда его спросили о том, что же вы собираетесь с этим делать, он сказал, что все еще впереди. И это должно охладить вашу кровь. Потому что это означает, что за этим последует возмездие, не имеет значения, какой национальности вы принадлежите, к какому правительству вы относитесь. Если вы были вовлечены в это действие, за этим последует возмездие. Ты же знаешь, что это не игра. Это не Виктория Ньюленд. Она думает, что это еще одно мероприятие с печеньками. Она хихикает. Эй, Вики, твое имя тоже в списке. Я имею в виду, что я не поощряю русских преследовать американцев. Но ты же знаешь, что это за старая штука. Пошалим и узнаем. Но да, например, чего люди не знают, так это того, что ЦРУ наладило отличные отношения с украинскими повстанцами с 1948 года. Я смотрела видео. Я не снайпер, но мне не показалось, что они очень хорошо обучены. И поэтому, когда они сказали, что за это несет ответственность ИГИЛ-К, я подумала, ну что же, на самом деле они не ведут себя и не стреляют, как боевики ИГИЛ. Теперь я прочитала пост Элиджа Магньо, который работал и изучал ячейки ИГИЛ с тех пор, как они появились. И он сказал то же самое. Он сказал, что они не похожи на ИГИЛ. Они не ведут себя как ИГИЛ. Что вы можете нам рассказать о том, что это такое? Это не было спланировано ИГИЛ. ИГИЛ был прикрытием. И что в этом важно, так это то, что 7 марта посольство США в Москве опубликовало заявление, которое было очень конкретным. В нем говорилось, что экстремисты совершат террористический акт. Они нападут на места массового скопления людей, включая концертные залы, в течение следующих 24-48 часов. Оно было опубликовано в тот же день, когда эта ячейка, действующая в Москве, отправила одного из своих оперативников на Крокус-Сити-Холл и концертную площадку для проведения разведки. Потому что они планировали напасть на него 9 марта, когда там должен был выступать шаман. Он вернулся и сказал, что там слишком много охраны, ребята. Мы не можем этого сделать. Так что они перешли в спящий режим и ждали, но как же США узнали об этом? Это не было догадкой. Откуда они узнали, что в течение 48 часов экстремисты нападут на концертную площадку? Потому что ЦРУ находится в сговоре с украинцами, которые планировали это. У Соединенных Штатов есть долг и обязанность сообщать, когда они получают информацию о готовящемся нападении. И хотя у нас нет хороших отношений с Россией, мы должны сообщить ей об этом. Анатолий Антонов, посол России, только что выступил с заявлением. Он сказал, что я посол России. Почему мне никто не позвонил? Или в Москве у вас есть посол США, который мог бы пойти и постучать в дверь и сказать, «Эй, мистер глава разведки, у меня есть очень важная информация о готовящемся нападении». Но это было сделано не так. Это было сделано неофициальными средствами. Сейчас мы не знаем точно, как это было сделано, но это означает, что русские, получившие эту информацию, не получили ее по официальным каналам. Но я думаю, что это было частью прикрытия, частью усилий, направленных на то, чтобы намеренно увести русских подальше от Украины, потому что мы знаем правду. Мы знаем, что Украина была вовлечена, и мы также знаем, что мы были вовлечены. Периферийно или непосредственно, это еще предстоит определить. У нас были доказательства того, что это нападение имело место. Очень конкретные доказательства, кстати. Затем они ловят таджиков. Они тоже кочевые народы, они персы, и они своего рода изгои в Центральной Азии. Это была просто финансовая сделка. Для них это бизнес-транзакция. Если бы они были ИГИЛ, я уверен, что они бы пошли ко дну вместе с кораблем, если честно. Да, интересная вещь о таджиках, они персидский народ. Они говорят на производном от фарси. Интересная вещь в таких сообществах, как таджикское сообщество, заключается в том, что вы знаете, что они очень сплоченные, тесно связанные друг с другом. Мы это видим. Мы видим, что эта группа, совершившая этот акт, внедрилась в сеть таджиков, проживающих в Москве. Они смогли арендовать квартиру у таджика, они получили машину от таджикской семьи. И я думаю, что вы скоро узнаете, что они получили деньги, они получили еду. Помните, что они должны были совершить нападение 9-го, но это произошло только 22-го. Так что же произошло в промежутке? Они должны были залечь на дно. Кто-то должен был их поддержать. Вы должны сделать это таким образом, чтобы это не привлекло внимание, внедряясь в эту иммигрантскую популяцию. Я не знаю, планировали ли Соединенные Штаты нападение, которое произошло в Москве. На самом деле, если вы хотите услышать мое честное мнение, мы этого не планировали, потому что у нас нет президентского заключения, которое позволяет это сделать. Буданов вышел из-под контроля. Буданов совершает эти нападения, и мы говорим, не делай этого. Это тот уровень эскалации, которого мы не хотим. Ты вторгаешься в Россию силами, на создание которых мы дали тебе деньги. Ты же знаешь, мы помогаем им создать монстра Франкенштейна. Теперь монстры Франкенштейна вышли из-под контроля и начали есть людей, которых им не положено есть. Мы виноваты. Мы создали монстра Франкенштейна. И прямо сейчас мы говорим о том, чтобы взять монстра Франкенштейна под контроль, или мы собираемся убить Франкенштейна и его монстра. Итак, последний вопрос, прежде чем я отпущу тебя. Так вот, сразу после выборов, которые, очевидно, должен был выиграть и выиграл Путин, атаки резко усилились. Увидим ли мы еще одно усиление ответных действий на этот террористический акт? Или ты думаешь, что с этим разберутся в стороне, и они продолжат то, что запланировали? Потому что, на мой взгляд, это выглядит так, как будто мы открываем фронт гораздо шире, чтобы подготовиться к чему-то на Земле. Что же вы думаете о текущем статусе СВО? Я думаю, что мы увидим переход СВО в войну в не столь отдаленном будущем. Я думаю, что с определенной точки зрения перчатки уже сброшены. Взгляни на цели, которые русские преследовали в последнее время, уничтожая центры принятия решений, нанося не просто ограниченный ущерб. Добро пожаловать в новую реальность. И они собираются отключить другие города, другие центры. Они нацелены на подземные газохранилища. Они нацелены на газораспределение. Украина перестанет функционировать как национальное государство. Они начинают уничтожать центры принятия решений. Я бы предположил, что в не столь отдаленном будущем, они начнут убивать высокопоставленных украинцев. Но что более важно, Россия приняла стратегическое решение. Владимир Путин, Шойгу и Герасимов только что провели встречу, на которой объявили о создании речной флотилии. Почему? Россия не контролирует реку Днепр. Зачем им создавать флотилию? Они планируют контролировать реку Днепр в ближайшее время. Когда? Этим летом. И вот почему им нужно контролировать реку Днепр, потому что это станет важной частью новой линии соприкосновения. Так что Россия собирается взять под свой контроль реку Днепр с помощью своей флотилии, и у них есть для этого специальные силы, и несколько независимых бригад, а также две новые общевойсковые армии, которые, как я полагаю, будут задействованы в крупных наступательных операциях, чтобы взять Харьков и Одессу. Это война. Россия по сути говорит, что мы больше не будем играть в игры. Мы уничтожим вас и будем продолжать уничтожать вас до тех пор, пока вы не перестанете существовать. Вечеринка для Украины окончена. И мы ждем, пока Россия примет это политическое решение. Россия это страна с системными законами, системными процедурами. И поэтому если Путин скажет, что я собираюсь осуществить переход от смог войне, первое, что должно произойти, это то, что у него должны быть средства, чтобы подкрепить свои слова. И поэтому российские военные прямо сейчас создают эти средства. Эти средства будут доступны где-то в период с июня по июль. И в этот момент может быть раньше, в зависимости от того, как быстро, потому что я не работаю в российском генеральном штабе, я не знаю их временных рамок. Но когда у них появятся военные средства, способные на это, Путин выйдет и скажет. А теперь мы переходим от смог войне. Зеленский умрет, Будана умрет, все они умрут, и мы просто возьмем все это на себя. Мы покончим с тобой. И я думаю, что это будущее, которое ждет нас впереди. Я думаю, что это, особенно это нападение, закрепило будущее Украины. Это будет некрасиво. Все это у нас впереди. Хорошее, плохое и уродливое.